Всем привет! Снова у меня на обзоре пиво, как не сложно догадаться. И сегодня это пиво от пивзавода Zeman из Луцка. Называется Старый Луческ. Есть у меня поразнение, что Луческ это старое название Луцка. Могу ошибаться, могу гадать, не знаю. Но мне так кажется. Я тут давеча был в командировке в Лунчике. Единственный магазин, в который я там попал, это был пивной магазин. И взял там пиво то, которое в принципе там на самом деле не очень ожидал увидеть, потому что это в принципе Полтавская область. Думал, полтавское пиво будет, днепровское пиво, кироградское какое-то, может быть, не знаю. Но на самом деле было там и днепропетровское пиво, было пиво полтавское, но я его как бы все пил уже или оно у нас здесь есть. А вот Zeman конкретно вот этого не было. Я взял черную бутылку премиум, но полезу у себя на канале пострелу. У меня оно есть. Единственное, что другая, ведь был у нее другой, то есть у них брендинг какой-то нет. Такие бы только я первый раз видел в Кременчуге. Вот. Думал, больше чего-то возьму, но к сожалению, мы там были так быстро, бегом-бегом-бегом-бегом. И удивительно даже, что это мы купили, потому что мы уже были часов, наверное, в восемь зашли в магазин. То есть у нас в восемь уже не продается ничего спиртное. А там все нормально, все продается. Вот. Zeman, в принципе, я брал. У нас она продается время от времени. Вернее, продавалась в каком-то из одной сети магазинов пивных, разливные, разливая. Я уже не пивоваров, по-моему, там или пивасов, по-моему, называлась. Вот пивасов. Там Zeman'овское пиво было. И я его там брал. Еще вот в том виде, который был. Оно, в принципе, пиво неплохое. Но, опять же, оно все идет вот с каким-то вот на пиле похожее, скажем так. А ввиду того, что пиле мне не очень нравится, то Zeman тоже не очень нравится. Вот. Поэтому я его беру чисто для пробы, а так, чтобы пить каждый день, не беру. Кранили, то пиво, которое было раньше. Вот, допустим, Полтава тоже изменилась. Полтаву, я считаю, я сейчас брал ее чаще, но ее тоже, к сожалению, у нас не сильно много. Вот. Это, ну, пробуем. Мы попробуем сейчас и поймем, так ли это, не так ли это. В общем, открываем и пробуем. Еще начал пузыриться. Рубашки красивые. Как мне сказали, это евро-бутылка. Ну, похожа к бутылку советского, поэтому советский бутылка. Так, пиво светлое. А, да. Мы же не прочитали, что тут. 4,9 алкоголя. Здесь вот так вот. Варим хорошее пиво с девятнадцатого века. И здесь есть даже плотность. Двенадцать с половиной. Двенадцать с половиной. Это хороший показатель. Бутылка пол-литровая, кстати говоря. Так что тут все в порядке. Ладно. Будем пробовать. Ну, по ароматам чувствовать нельзя. То есть, насколько она хорошая, насколько она там... Просто покажет аромат пива. Никаких лишних включений я не ощущаю. Надеюсь, так оно и будет. Что будет? Пиво в чистом виде. Без каких-то крутасов. Ладно. Будем пробовать. Пиво мягкое. Несмотря на свои 4,9 оборотов. Не имеет каких-то лишних вкусов. Но оно мягкое. Вот реально очень мягкое. То ли потому, что из пены много по кашу. Солковатые нотки есть. Но они именно те, которые надо. Солковатые нотки. Горчинки вообще не чувствуется. Есть небольшая кислинка. Есть вот эта вот сладкая нотка. Но это вот такое пиво, как вот европейские лагеры. Без каких-то... То есть, здесь есть реально сладкая нотка. Какая-то притерная какая-то. Вот выпили, например. А здесь нет. Здесь она вот есть, но она... Она вписывается во вкус пива. И она не мешает. То есть, она очень даже приятная, эта нотка. Я не могу сказать, что мне это нравится. Скорее нет, чем да. Но для пива она не лишняя. Она не кажется чужеродной. Она как будто здесь и надо. Да, это пиво скорее я бы не брал. Хотя, ну как сказать... Вот допустим, если в жиру какую-то выпить бутылочку пива, может даже неплохо было бы. Такой женский вариант, я бы сказал. Возможно, неплохо было бы. Но для меня, наверное, нет. Под мяско, может быть. Под креветочку, может быть. Вот под тараньку, я думаю, что оно не зашло бы. Да, мягкое. Вот оно реально мягкое. Есть вкус пива. Все нормально. Но оно мягкое. Вот мягкое настолько, что оно вот как бы не ощущается пивом. Таким мужицким пивом напитком. Хотя, я живу 4,9 абортов в алкоголе. То есть, будет довольно прилично. Вот как-то так. В целом неплохо. То есть, то, что я помнил раньше в земном. Ну, я не говорю, что оно было плохое. Но очень многое из того, что я брал, я брал достаточно много его. Причем в разное время, в разные упаковки. И в пластике, и в бутылках стеклянных, и в пивасове, и в одесской обжоре. Но оно было, по-моему, не такое. Я его очень редко беру. Во-первых, потому что у нас редко продается. Вот такое в пивасове оно и было. Его я же в обжоре один раз нашел. А до этого, еще несколько лет назад, у нас была работа одна в центре леса. И там вот просто магазинничество, маленький такой, ну так сейчас, мини-маркет. И там где-то что-то было тоже. Я его там тоже брал. В целом, неплохо. Я думал, будет хуже. Но нет. Все нормально. В этом плане все хорошо. Пиво хорошее. Не совсем то, что я люблю. Но как бы это мои личные проблемы. Люди, которые пьют примерно пиво, как я, им может зайти. То есть оно вполне да. Вполне да. Да, нормально. Вот. В общем, это у пива плюс. Несмотря на то, что я думал, что будет минус. Он немножко отгорчинка там появился. Послевкусие. И я его выпью с удовольствием. Да, не совсем то, что я люблю. Но, тем не менее, это хорошее пиво. И оно мне понравилось. Вот. Так что, если видите, берите, пробуйте. И делайте свои впечатления у меня в комментариях. Бьем. ПОДПИСЫВАЮТСЯ 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 ПОДПИСЫВАЮТСЯ